Всем привет из Калифорнии! Всем привет всем моим друзьям, подписчикам, родственникам, коллегам. Всем, кто меня знает и не знает, и кто первый раз смотрит видео. Во-первых, хочу передать привет Люде Фориде. Люда, привет! Приезжай к нам в Калифорнию, мы тебя ждём. Я посмотрела видео, где она, ну, говорила там, вот Люда, когда выступала у меня на канале, видео называется «Америка любит сильных». Мне так понравилось, она так Люду хорошо поддержала, потому что человек, когда хочет этим заниматься, он очень теряется в сомнениях, сможет ли он это, не то, что даже он сможет, а сможет ли он выдержать вот эти все испытания, которые ему предстоят, потому что он уже знает, что это такое, выйти на всеобщее обсуждение. И поэтому люди очень сомневаются, надо ли это, будут ли их смотреть. И когда вроде бы ты смотришь YouTube, тебе кажется, ой, как, ну тут легко, сделал видео, выложил и всё, и ходи там, бамбук, кури. А когда ты начинаешь сам этим заниматься, то оказывается, всё не так просто. И мы тут с Людой так смеялись, ну, с моей Людой. У меня сейчас одни Люды подруги. У меня в детстве была Наташа и Люда, две подружки. Сначала у меня были одни Наташи до 45 лет, сейчас у меня вокруг Люды. Вот, Люда из Ронар-парков. И она начала это видео-то монтировать, загружать на YouTube, делать ролики. И, короче говоря, это такой труд оказался, то одно не получается, то ролик там не пропускает у неё 15 минут, то там ещё что-то. Она же всё равно работает, это столько времени, мы не так смеялись. Она говорит, Господи, говорит, мне хочется это сделать как бы побыстрее, а везде разобраться надо. И у нас всегда так, пока ты не помучаешься, ты не научишься. И нужно помучиться самому. Конечно, кто-то подскажет что-то, но когда ты сам помучаешься, ты не за тебя, вернее, сделают. Именно подскажут. А если сделают за тебя, то ты так и не поймёшь смысл всего тобой сделанного, якобы. И поэтому, когда мы сами проходим какие-то такие испытания, мы знаем, как оно, откуда получается, и сами в собственных глазах растём. Вот, и поэтому Люда сейчас там монтирует всё. А мы с Людой Флоридой всегда приветами обмениваемся по видеороликам. У нас вот такое общение. Так что, Люда, мы ждём тебя сюда в гости, и будут вокруг тебя здесь одни Люды. Так, это видео я хочу сделать очень серьёзным. В том плане, что это, наверное, будет видеоподдержка для людей, для девчонок. Я сейчас объясню, в каком плане. Видеоподдержка, когда у нас такие, ну, нехорошие моменты в жизни, когда опускаются руки. У тебя полное разочарование. Ты не знаешь, что дальше делать, куда бежать, как действовать. Особенно, если это какие-то неудачные опыты во всём. И тебе кажется, что всё, тебе больше уже никогда в этой жизни не повезёт. И вот, кто смотрит, там мы сейчас последние эти ролики, там мы с девчонками веселимся, в шляпах я там хожу. Это я делаю ролики, чтобы вам поднимать настроение. Но такие ролики, я думаю, что и портят настроение. В том плане, что у нас у всех такие состояния бывают. Когда ты смотришь что-то и думаешь, ёлки-палки, да что ж это такое? Ну, посмотрите, вот девчонки там веселятся, всё у них так хорошо. Почему ж мне это так не висёт в этой жизни? И у всех так легко, и все счастливы и довольны. А вот только мне вот так вот плохо. И от таких роликов тебе становится ещё более грустнее, потому что, ну, ты на себя эти ситуации всегда применяешь, и тебе кажется, что у тебя всё вообще фигово, а у всех всё хорошо. Это совсем не так. И я хочу вот именно этим видео поддержать и сказать, что девчонки, мальчишки, неважно кто, ну, и раз я девчонка, я буду от лица девчонки говорить, что у нас в жизни, вот я здесь сижу, у меня были точно такие же моменты, вот как кто-то, может быть, сейчас смотрит это видео и думает, ёлки-палки, и всё, полное разочарование во всём и в жизни. И всех девчонок, которых вы видите на ютюбе, и каждого человека, у которого сейчас вроде бы хорошо всё, у всех были такие моменты, когда у тебя опустились руки, и всё. И ты заскакиваешь на последнюю подножку трамвая, как говорят. Или ты начинаешь моментально действовать, потому что тебя поджимает время. Или ты делаешь такие несвойственные себе вещи, когда бы ты не встал и не сделал это, но тебя раз поджало, ты встаёшь, идёшь и делаешь. И в этих ситуациях никогда нельзя опустить руки и сказать, всё, я не могу. Я не могу, я не смогу. И если вы так себе скажете, вы тогда ничего не сможете. Вот если вы это сделаете и сможете, вы сами в собственных глазах вырастите, я не знаю до какой поры, до какой степени. Вы будете восхищаться сами собой, это самое главное. Так вот. И все, кто здесь находится в Америке, вот все точно так же сидели перед экранами ютюба, телевизоров, сериалы смотрели, на работе, когда там прекрасные семьи что-то бегают, покупают там, жизнь кипит у всех, а ты сидишь, у тебя ни второй половины, никаких планов на будущее. Если были планы, ты их уже все осуществила, потому что ты обеспеченный человек, всё у тебя есть. Ну к чему ещё стремиться? Тебе хочется что-то, близкого человека тебе хочется, и с ним уже вместе куда-то ездить, что-то обсуждать, этот телевизор несчастный вечером смотреть, господи, так это примитивно, но это так важно. И вот так же все вот эти девчонки, я в том числе, вот так же мы сидели и говорили, да что ж это, блин, душа всем так везёт, а мне нет. И поэтому берите всё в свои руки, не фиг киснуть, кто не зарегистрировался, регистрируйтесь. Но, но, я хочу сказать такую вещь, что я, конечно, здесь сейчас веду свои вот эти вот мысли, всю эту болтовню, я, конечно, веду её с Америки. Я не могу так вот сказать о российской жизни, что девчонки, в российской жизни вы найдёте себе кого-то, ищите там на сайтах, может быть. Но я могу сказать, что это будет, наверное, больше разочарование. Ну, к сожалению, это так, но, может быть, одному проценту повезёт за 40 кому, не знаю. Вот. И поэтому я уже вещаю раз отсюда, я говорю, регистрируйтесь, не на одном сайте, не важно вам, 57 лет, 37 лет молодых девчонок я не беру, у них ещё всё в России впереди. Потому что мне пишут женщины, которым за 57 лет, они точно так же написали в интернет, и сейчас приехали сюда, и вышли замуж. И не все американцы, не все иностранцы хотят только молодую себе жену. Вы пишите всем, потому что вы человека можете зацепить своей душевностью, от того, что вы с ним найдёте контакт именно в письмах. Пусть там по фотографии, может быть, он вас оттолкнул, или вы ему не очень там понравились. Но главное, что у вас началась там какая-то переписка, и поэтому вы можете раскрыться как человек, и он уже в вас увидит совершенно другого персонажа. И то, что он видел на картинках, точно так же, как и вы. Потому что фотографии, это совершенно две разные вещи в жизни, реальность и фотографии. Поэтому не смотрите на фотографии. Ну, я уж не говорю, там если сидит, водку пьёт. Потому что большинство тоже, очень много девчонок, кто познакомились, были фотографии вообще не очень, не очень. Вот, потом следующее, я что хотела сказать. Вот тоже то, что вы смотрите. Ну, вот мы с девчонками встречались. Кстати, по-моему, да, я одна из всех них познакомилась по интернету. Они все познакомились в реальной жизни. Только я одна, интернет-жена. И познакомились все совершенно в разных местах. Я не буду говорить, пока они не дадут мне согласия на это. Умею ли я право об этом говорить. И как бы мы тут не жили, но каждый кулик валит свои болота. И девочки, кто меня сейчас смотрит, вы ни на кого не ориентируетесь. Потому что все живут. У кого-то старше мужья, у кого-то такой же муж по возрасту, у кого-то там есть дети, у кого-то приемные дети. Но каждый человек, каждый человек, он будет хвалить свою семью и свою ситуацию здесь, даже в Америке. Если вы приедете сюда, и муж вам будет отдавать все деньги, вы будете говорить, Господи, я так хорошо живу, как там живут, когда там, допустим, кошелек у мужа, кошелек у жены. Я так не смогу жить. И человек хвалит вот такую ситуацию. Допустим, кто живет по разным кошелькам, он будет хвалить разные кошельки. У кого мужья постарше, они будут хвалить мужей постарше, потому что им это нравится, и потому что они тоже много видят этих плюсов. У кого сверстники, они будут хвалить свое. У кого дом в аренде здесь, допустим, вот вы тоже смотрите видео, допустим, ой, такой шикарный дом-то, так классно все. А вы ведь не знаете, а он в аренде. И человек тоже, если он будет что-то говорить, он тоже скажет, да ну, а что его покупать этот дом-то, мы вон снимаем, так классно. И человек тоже будет это хвалить. У человека, у которого свой дом, он тоже будет говорить, я не представляю, как так можно всю жизнь в апартментах жить и не купить свой дом. И поэтому здесь все хвалят так, как у них есть. И поэтому, если вы приедете, вы точно так же примете свою ситуацию, та, которая у вас сложится, и будете ее точно так же воспринимать, если вы это сможете принять. это я про то, что ни на кого не ориентируйтесь. И вы видите картинку, это не значит, что это есть правда. Потому что вы не знаете многих очень вещей, то, что человек не рассказывает. Ну, я вот, например, говорю, вот дом шикарный, пока человек вам не скажет, что этот дом у него съемный. Поэтому это все картинки. Ой, 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 дерутся, дерутся, дерутся. Вот. И потом тоже. И кажется, что, ну, вот я тоже, когда приехала в Америку, мне моя подруга с Америки, я с ней созвонилась, она мне говорит, так, у тебя все быстро получилось, надо же, вы всего там три месяца переписывались. И он уже тебя там пригласил, и свадьбу сыграл, и, в общем, ну, как бы все очень серьезное. Всего один раз сюда приехала, и все. И у нас-то быстро все закрутилось, завертелось. Потому что, допустим, у нее это было очень все сложно. И вот я сейчас смотрю на нее, конечно, вообще, у нее шикарный дом, прекрасный муж там, ну, вообще здорово. Все как бы на своих местах. И вот мне так понравилось, когда она тоже приезжала в Россию, и я у нее, ну, как бы, я вообще ничего не знала тогда об Америке. То я просто у нее спрашиваю, говорю, ну, как вы вообще живете, как вот там вот, ну, что-то мне хотелось услышать, я даже не знаю чего. Она говорит, ты знаешь, когда все хорошо в жизни, даже рассказывать нечего. Вот это золотые слова, и я точно это прекрасно понимаю, что вот когда у тебя все хорошо и прекрасно в жизни, вот так вот собираешься, тебе даже нечего рассказать, потому что, ну, обычно есть что рассказывать, это когда какие-то проблемы. Там ты начинаешь это обсуждать, вот там, вот это, это. А когда все хорошо, и ты, ну, нечего, нечего говорить. И вот она мне тогда это сказала. И вот она тоже, она вышла замуж, и очень неудачно, и разводилась, и у нее тоже было состояние очень тяжелое, очень, потому что у нее заканчивали здесь грин-карты, документы. И вот она сидела, и говорит, все, я, говорит, думала, что я уже уеду в Россию. Ну, все. Все плохо. Но она руки не опустила. Она стала дальше продолжать писать, и буквально у нее оставалось там месяц до окончания грин-карты, и она нашла своего второго мужа. А если бы она сидела и сказала, ну, все, что тут месяц-то остался? Не, не стоит, наверное, писать даже. Понятно, что все, не судьба мне жить в Америке. Так что, девочки, у вас даже если остался один день, два дня, вот в эти два дня как раз у вас все и получится, когда вы скажете, да что тут, ловить уже нечего. Нужно бороться до конца. И здесь много девчонок, вот у которых я говорю, уже получилось так, что это, ну, все, запрыгнули, запрыгнули. У меня у самой так же было, потому что у меня было очень тяжелое состояние. Я тоже хочу сказать, что вот эти вот разбитые мечты, разбитые надежды, это тоже так тяжело все переносится, когда вроде бы ты встретил человека, все у вас так хорошо там, я не знаю, и друг к другу вы подходите, и комфортно вам. Ну, в общем, все замечательно, и потом в какой-то момент человек вам говорит, бай-бай. И тут может быть множество тоже всяких причин. Человек испугался ответственности, может быть. Может быть, у него взрослые дети, вот у меня тоже знакомая, переписывалась с мужчиной с Европы. Тоже год, наверное, переписывались, два раза к нему ездила, там и друзья уже даже встречались с ним. И все, уже дело к свадьбе шло, а у него двое или трое детей взрослых. И все, и они поставили условие, что нет, отец не будет жениться. И все. И разочарование для отца, и разочарование для этой женщины. Представляете, вот год целый. Там потратить, и уже вот оно было все. Так прекрасно, и вот это нужно все пережить. Но она не опустила руки, она стала дальше писать. И причем у нее возраст не 25 лет, или не 37, а за 50 был. И все, отлично получилось. Она стала писать, причем даже и в агентстве сказали, «А что вы с таким возрастом, вы никого себе не найдете?» Она сказала, «Я не найду?» Вы что, пошутили что ли? Она сказала, «Я вообще к вам не буду даже обращаться, деньги вам платить, я сама всех найду». И она нашла, и живет в Америке. Прекрасно. Вот. Потом кто-то тут тоже прямо десятилетиями все переписывается, пятилетиями туда-сюда. Вот эта неопределенность, она вообще очень изматывает всегда людей, когда кто-то не может принять решение, и все. И вот это такая тягомутина. Ты не знаешь, то ли рассчитывать на это, то ли нет. И вот это годами длится. И вот есть тоже такая прекрасная пословица, «Нельзя давать надежду, если ее нету». Вот если у вас все плохо, и вы знаете, что вы с этим человеком не будете, ну дальше, вы видите, что человек, теплится у него надежда, как бы, но он к вам там ходит, пишет, «Господи, понятно, что с какими-то планами». То вот если вы чувствуете, что это не ваш человек, не надо продолжать вот это все делать, потому что это будут обманутые надежды другого человека, который думал, что у вас все серьезно. И поэтому я все время говорю, надо решить все вопросы, все вопросы, которые могут вам потом испортить эти отношения, с детьми переговорить, с бывшими женами, там, мужьями, потому что это очень большая проблема, очень. И эта проблема не испортит все отношения, что детей взять, что мужей, что кредиты там какие-то сумасшедшие. Знаете, тоже приехать сюда и отдавать кредиты, извините меня. Это никому тоже не понравится. Или ваши там кредиты сумасшедшие какие-то. Ну, может, найдется, конечно, американец. Потом тоже по работе. Вот я тоже смотрю, вот некоторые люди тут по 15 лет живут. И образование здесь получили, высшее. И они не могут найти работу. Они не могут. Они все время ее ищут, ищут, и они не могут ее найти. И поэтому это тоже зависит от человека. Другие приезжают вообще нелегалами. И за месяц находят себе работу и начинают работать и получают нормальные деньги. Вот. И кто не находит, и он потом может тут страдать, жить. И тоже вот так вот, если кто-то смотрит, допустим, вот эти видео там наших блогеров вот этих с Америки, ведь это тоже такое все зыбкое. В том плане, что вы смотрите вот этот ролик, и вам кажется, у вас такая проблема, вы бы ее тоже вот как бы решили, приехали в Америку сюда, но, как сказать, ликвидировав ту проблему, что у вас нету там второй половинки и приехав сюда, вы можете понять, что, блин, так вы оказывается были счастливой женщиной. Может так получиться, что вы здесь будете еще более несчастны, чем вы были в России, потому что здесь тоже вот эта вся специфика всего, не знание языка, вы не сможете найти работу, и если даже, может быть, вы захотите эту работу искать, то вас не устроит там по первости, я не знаю, мыть эти дома ходить, там, бэбиситтер, кто тут еще. И поэтому не каждый человек сможет себя повомать и это делать, с языком какие тут проблемы, люди сидят в домах, не выходят, потому что боятся общаться, потому что вроде бы такой возраст, как дурак выглядишь. Вот, и поэтому я опять про себя там, допустим, скажу, вот я тоже живу, я, ну, я вот тоже, я не ориентируюсь на кого-то, я смотрю только на свою ситуацию, у меня такой муж вот, вот, а у нас вот так, я тоже буду сидеть и хвалить, а для кого-то это вообще неприемлемо. и я вообще поняла тоже вот, допустим, о своем муже, это человек, который вообще не может жить без личного пространства. Вот он раз жил столько лет один, для него это просто как воздух необходимо, и он, ну, для него это важно очень, ему всегда нужно вечером побыть там час-полтора одному с компьютером после еще его работы, где он там постоянно разговаривает, и поэтому для него это свято. Вот, а другая женщина скажет, ты что там пришел с работы, на меня внимания не обращаешь. Вот, и мы тоже два друг друга нашли вот таких вот, меня не надо трогать, и его не надо трогать, когда это нужно чувствовать и видеть в человеке, что когда можно там подходить, надоедать, а когда видно, что человеку хочется посидеть просто вот, тупо посидеть и поглядеть в одну точку. Я вот очень люблю, может быть, это тоже только мне свойственно, я помню, когда пришла в суд, устроилась, и вот я очень, допустим, отдыхаю, я могу вот сесть просто в кресло, вот так откинуться и просто замереть и смотреть в одну точку. Я так могу просидеть минут 5-10, вообще без эмоций на лице, просто сидеть и смотреть в одну точку. Я помню, когда пришла, устроилась в суд, там, ну, мы устанем вот так, я вот так вот сажусь, не разговариваю, ничего, я как бы ухожу куда-то в нирвану, в какую-то, и у меня девчонки первое время вообще не могли понять, что со мной, что это я так сижу и вообще никакой эмоции, реакции, еще не моргаю, ну, как моргаю, но реже. А для меня это привычное состояние, и вот, когда вот я так сижу, мне вообще не надо, чтобы ко мне кто-то подходил, еще что-то меня там дергал, спрашивал, Ирика-то знает, он это знает прекрасно, и поэтому и я тоже знаю. Вот, это я все к тому, что, господи, девочки, тут все хвалят свое, все хвалят свое, и вот, и если бы я прислушивалась ко всем там комментариям, ко всем каким-то домыслам тут, всяких девушек, женщин, которые мне там начинают говорить, что, господи, я так ужасно тут живу, мне вообще плевать на все это, плевать сто раз, и я живу так, как я живу, и меня с пути истинного никто никогда не собьет, поэтому нужно ориентироваться только на себя, если бы я всех этих слушала, я бы уже давно бы развелась, я бы давно бы там все мозги бы вынесла мужу, что вот там-то так, а вот тут вот так, а ты мне не так, и это бы был тихий ужас, поэтому каждый ориентируйтесь на свою ситуацию, и не отметайте ваших женихов с лету там, старше на 15 лет, нафиг мне это надо, если вы познакомитесь с этим человеком более глубоко, вы потом можете подумать, боже мой, какой прекрасный человек, и вам плевать будет на эти там 20-30 даже лет, что он старше, поэтому ни от какого шанса, ни от себя не отталкивайте, ни от какого шанса, пробуйте, тем более, что как бы не очень-то и много сейчас пишут, в принципе, ну я говорю, что кажется, что все и, а, я не дораскала свою ситуацию, так, господи, сколько я тут уже наболтала, что у меня было очень тяжелое состояние, вот до того, как мне написал Рик, вот я так же сидела, и я вообще была, я в депрессии никогда не бываю, но я была, у меня очень было внутреннее тяжелое состояние, потому что я поняла, что в России-то ловить нечего, все, это все, это был последний у меня уже, столько я сил на отношения тоже потратила, вроде бы так все складывалось отлично, год это прошел с человеком у меня, и все, и вот я сидела, и я уже не в интернете, нигде не переписывалась, я интернет год уже не открывала, компьютер, потому что мне некогда было, это какие-то вот старые у меня там, вот я висю на этом, good и only, потому что там и не удалиться, невозможно, и так и буду я там висеть, и вот это письмо мне пришло, откуда оно пришло, что пришло, но это именно пришел тот момент, когда все, у меня опустились руки, и я поняла, что у меня просто больше нету сил этим всем заниматься, и что делать дальше, свою перспективу я видела, пенсия, стремиться не к чему, все есть, машина есть, квартиры есть, работа есть, дочь взрослая, все, тупик, пенсия 8 тысяч, а еще ты полон сил, ты знаешь, что ты в этой жизни с человеком можешь много получить эмоций, много пережить вместе, много куда съездить, потому что одной тоже не хочется ездить, дорогие девочки, женщины, мужчины, мужчин это тоже касается, ничего страшного, все были в таких состояниях, и у каждого человека это всегда в жизни происходит, но нужно с этим бороться, а не погружать себя вот так вот дальше в болото, потому что это ни к чему хорошему не приведет, и все, кто в Америке, я вот не зря все время говорю, вот мы тоже сидели с девчонками, вообще в принципе я себя как бы не сидела там, не восхуляла, да, мы сильные там, или еще что-то, я просто вот сидели с девчонками, и вы знаете, ты находишься среди сильных людей, это действительно, это люди прошли такие пути, такие пути, вот как Люда рассказывала, видите, не каждый хочет это рассказывать, и ты понимаешь, что ты прямо вот питаешься энергией от этих вот людей, потому что это люди, они с любыми ситуациями справятся, они были во всем этом, какой только может быть, и поэтому, люди, будьте рядом с сильными людьми, пусть даже это будет один человек, который рядом с вами, но он будет вас и поддерживать, и не втаптывать ваши депрессии еще ниже и ниже, там, чтобы вы вообще самоуничтожением стали заниматься, и раскисли как квашня, поэтому найдите себе даже одного такого человека, и вы будете от него питаться вот этой вот силой, когда вы уже не можете, но вы идете делаете, нету надежды, но вы идете делаете, и поэтому и вы придете к своему результату обязательно, обязательно, и пример всему этому, вот люди, которые живут сейчас в Америке, вот эти блогеры все, они все прошли очень тяжелые пути, начиная от российской жизни, и уже здесь в Америке, здесь тоже нелегко, маны небесной здесь нету, но в этом и есть вся ваша сила, поэтому дерзайте, дерзайте, смотрите блогеров, и помните, что вот это вот все такое веселье, это все приходящее, а за этим стоит колоссальный труд всего, вашей жизни, вот так вот скажем, колоссальный труд над вашей жизнью, и вот я еще заметила здесь такую вещь, но это не только здесь, это я еще в России заметила, что не дай бог вам общаться с депрессивными людьми, все, это конец, это нужно, это нужно вам быть в два раза сильнее, чтобы вот эту депрессию этого человека переживать, если еще у вас все не очень хорошо, это вообще вам нужно силами в два-три раза больше, зачем вам это, вам это не надо, и с этими кислыми людьми, которые ничего не могут, которые везде боятся, которые вообще, ну вообще ничего не могут, потому что они очень неуверенные в себе, если они что-то сделают, они потом это сто раз пожалеют, они себя испилят, они испилят рядом живущего человека, и у таких людей все плохо везде, и все их обижают, и все их не понимают, это страшное дело, поэтому с такими людьми не общайтесь, не общайтесь, это вам мой совет, потому что ничего хорошего из этого не будет, все, всем пока, всем хорошего настроения, пока-пока!